Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Вторая часть телефонов Sony Ericsson. Значит, смотрим. Лот выставляю. Буду по 15 штук выставлять. Вот такой есть у меня Sony Ericsson. Моделька называется W960i. Телефон пробует включиться, но никаких дисплей не светится. Дальше никаких, как говорится, действий не происходит. Не знаю, что с ним. Но надо будет смотреть. Вот в таком состоянии фотографии всех лотов, которые сегодня будут в видео, я выставлю в конце видоса. Так что можете спокойно пересмотреть. Далее. Вот такие вот красавчики. Два из них, по-моему, полностью рабочие. Один не включается. Это у нас моделька W760i. Это слайдера вот такого плана. Один, видите, у него корпус подломанный. Но телефон включается. Дисплей не биты. Можно было играть вот так игры. Это оказывается, я когда получал их, даже не знал. Это оказываются кнопки. Вот так в планшетном режиме мы играем. Раз, два, три, четыре кнопки. Вверх, вниз двигать. Очень удобно. Значит, камера 3,2 мегапикселя. Эти телефоны включаются. Смотрите, выбирайте. Это лот номер 2. Лот номер 3. Эта же модель, только в хорошем состоянии. Смотрите, ребята. Батарейка используется BST38. Вот такого вот плана. Есть оригинальные. Телефоны продаются без батареи, без АКБ. Если надо с АКБ, то цена обговаривается отдельно. Так. Лот номер 3. Вот этот вот я включал полностью, проверял. Водофоновски все работает. W760i. Телефончик прикольный. Так что смотрите. Если надо, могу для кого-то восстановить. И получите отличный телефон. Дальше. Дальше у нас телефон Sony Ericsson C702. Такой у меня один. В таком состоянии клавиатура. Еле-еле дышит. Не помню, включается. Он не включается. Что с телефоном? Кнопочка, по-моему, маленькая. Это вот это включение. Ну, как мы видим, телефон загорается. Подсветка есть. Сейчас посмотрим. Так, раз, два, три, четыре. Это был пятый лот. Далее. Вот такой вот классный лот. Если бы одно, не но. Как мы видели, как я говорил. Для того, чтобы не удалять информацию вручную. Люди просто берут в нагло и сверлят. Вот, смотрите. Раз просверлено. Два просверлено. Три просверлено. Да, телефон включается. Но, увы, у него битый дисплей. Ну, сложностей никаких нет. Все это меняется. Если, может, кто-то захочет, могу восстановить. Так. Этот телефон вообще не включается. Ничего. Но он у меня пойдет на донора. Я такой телефон получал от Рихардса в убитом состоянии. Там не работает ни слайдер, ничего. Здесь слайдер в идеальном состоянии. Шлейф я сомневаюсь, чтобы был жив. Потому что просверлено намертво. Ну, может, какие-то агрегаты, узлы, как говорят на автомобиле. Я поснимаю с него. Кнопки. Ну, короче, ребята, проверим. Не буду забегать вперед паровоза. Дальше. Есть вот такой Cyber Shotik Sony Ericsson. Моделька. Сейчас посмотрю. Если открою. Открывается, по-моему, вот так. Сейчас. Дали обезьяне палку. На сбивай банан. Так и я. Вроде открывашка есть. Так, а ногтей нет. Дальше. Это у нас модель C901. Что, не знаю, у нас. Хорошо, что я вот этих BST33 накупил в свое время. Теперь можно... Так, телефон вроде включился. Подсветка с одной стороны. Видите, как-то голубенькая непонятна буква G. Не знаю, включится, не включится. Так. Просит симку. Ну, как мы видим, может, телефон даже и в рабочем состоянии. Металлическая опоретка. Все окей. И что, выключился? Не понял. Или у него прошивка слетела. Ха-ха-ха. Включился и выключился. Веселуха. Так, ладно, пусть грузится. Дальше. Дальше у меня есть вот такой вот... Ой, дай бог зрения. Sony Ericsson K550i. 2 мегапикселя камера. Открывается. Закрывается. Батарейка, по-моему, тоже BST. Ага, и отключается. Скорее всего, прошивка. Ладно, надо будет пробовать, учить, учить, как прошивать данные все агрегаты. Потому что без прошивки это никуда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И сейчас, восьмой, попробуем не знаю, включиться, не включиться. Конечно, время у нас затянется с вами проверочное. Труп. Мы знаем, что батарейка рабочая. Не, трупик. Ну, будет донором. Так, первые восемь лотов я вам показал. Дальше. Есть вот такой вот телефон. Так, это кто у нас по модели? У меня нет на него АКБ. Так, Sony Ericsson и модель, ребята, я не вижу на него. Кто знает, напишите. А у меня вот еще один есть такой. По-моему, они одинаковые. Да, ребята? Да, Sony Ericsson. А модель не вижу, ребята. А, Т-610. Вот в углу написано. Т-610. Есть два у меня таких телефона. А ну, сейчас я быстро посмотрю, может, найду один аккумулятор. Так, нашел я один аккумулятор. Включил. Ну, не знаю, включится, не включится. Такая вот, как песочные часики появились, и все. Телефон дальше не включается. Может, что... А, нет, insert sim. Ну, будем проверять. Может, работает, может, нет. Палка двух конца. Т-610. Так, это девятый лот. Десятый лот. Такой же Т-610. Пробуем. Так, включается. Insert sim. Этот сразу просит симку. Так, скорее всего, водофоновский. Красная оболочка. Ну, хоть сразу включился. Так. Десятый лот. Дальше. Одиннадцатый лот. Кто это у нас? Я уже такой. 550 и W550i. Ну, с этими мне не везет. У этих, скорее всего, тут вижу сразу биты дисплей. Так, вибрик дернулся. Ну, не знаю. Телефон включится, не включится. О! Один из всех. Смотрите, ребята. Но у него, вы видите, заплывший дисплей. Может, надо будет снять с того дисплей. Телефон от компании O2. Наверное, вот так даже виднее. Видите? Да, что-то набирает. Шлейф работает. Ну, вот такая интересная подсветка. Будем делать из 2.1. Если сильно мучиться, такая пословица есть, что-то да получится. Дальше. Было раньше. А раньше было дальше. Кто это у нас? Ага. Тут вообще такая огромная батарея, но с такими же клеммниками. Ну, давайте сделаем вот так. Вопрос поставим ребром. И попробуем его включить. Если, конечно, включится. А руки-крюки. Сони Эриксон. А модель? Так, почему же они не пишут Т310? Что у меня сегодня из рук все валится? Наверное, кто-то в гости спешит. Так, ну что? О, включился. Такой старичок у меня есть лесовичок. Так, установите карту. Ха, он еще на русском, ребят. Прикиньте. А, ну, сейчас я свет рубану вам. Гляньте. Зыбаните. Еще и русский язык есть. Ну, это вообще класс, обнадеживает. Так, я знаю, что нельзя с этими телефонами так делать, но... Так, раритетик. Дальше. У этого была крышечка. Оденем. Так, далее. Следующим номером нашей программы. Братья Акробаты. Так, это кто у нас? У нас... Sony Ericsson K610i. Вот она, шильдики, должно быть написано. Я знаю. Эти телефончики я тоже продавал в свое время хорошо. Вау. Включился. Такой мягкий бздык. И телефон включился. Так, нормаль. Все, просит карту. Ой, клавиши нажимаются мягенько. Но должен работать. Эти телефоны вообще неубиваемые. А, правда, есть один. У меня в бордовом корпусе от Рихардса. У него слетела прошивка. Я же почему говорю. Надо на Sony Ericsson брать, искать прошивочные кабеля и пробовать прошивать. Вот еще он один от компании O2. Видите, они маркировали. Не писали, например, модель телефона. А компания какая там? Vodafone, T-Mobile. Тут, вот видите, на шильдике написано K610i. Он ни на кого не запаролен. А этот, например, ходил под O2. Смотрите. Так, ну что, любимый, работаешь? Работаем. Отлично. Так. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Так, четырнадцать. И пятнадцать. Вот так сделаем, да? Ой. Это получается шестнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ну, пусть шестнадцать будет. Так, что вот это за модель? Не знаю. Т715. Смотрите, на торце написано. Тоже Сонька Эрикссон. Такой первый раз, если честно вижу. Давайте пробовать, где он включается. Кнопка включения, там, где выключение. Вот так раздвигается. Подсветка есть. Ждем, пробуем. Может и запустится. Ага, здесь проблемы или со шлейфом, или с дисплеем. Смотрите, ребят. Ой, как красиво. Мне кажется, скорее всего, шлейф. Красавчик какой. Да. Ну, мне кажется, скорее всего, шлейф, ребят. Если кто так думает, напишите мне в комментариях. Прикольно, кстати, телефон. Такой, необычный. Так, и ты, кто у нас? Противогаз. W200i. Ух ты, какой он за чухмаренный. Гляньте на камеру, ребят. Вы видели, как я ему такую камеру? Я нет. Вот оно. Это жесть жестянская. Так, я не знаю, какой здесь аккумулятор стоит. Наверное, BST36, что ли. Хотя по размеру должен этот стоять. Ничего не понял. А сейчас впихнем, не впихуем. Ой, поехали. Ха, он еще и включился. Ха, у него еще и битый дисплей. В левый угол, нижний, чуань. И дисплей хана. Так, что, карту памяти немцы достали. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, чтоб нам, халявщикам. Здравствуйте. Прикиньте. Это что за звонок? Мистика. Это цирк. Опять мистика. Звонок ниоткуда и никуда. Ладно, ребята. На такой мистической ноте заканчиваю свой видосик. Значит, смотрите, у меня 16 лотов сегодня во второй части. Будет видео больше. Пишите, пожалуйста, обязательно пишите в комментарии все, нравится вам такое или нет. И смотрите, может, какие-то телефоны для запчасти вам надо будут. Потому что некоторые телефоны рабочие. Все, ребята. Всем спасибо, кто остается со мной. Подписывайтесь на меня. Ставьте пальчики, репостите. И обязательно комментарии. Каждый вечер ждите новых обзоров. Все, ребятки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok